В этом году мы решили сделать ставку именно на качество нашей продукции. Это повышение классности зерновых. Ячмень нашей задачей стала получить именно пивоваренный, так как цена на него выше, чем на обычный фуражный. Для того, чтобы получить высокий класс, нашей продукции нужны были хорошие пестициды, начиная от гербицидов и, самое главное, это фунгициды против болезней и, конечно, микроудобрения. Поэтому ездили на разные семинары, выслушали многие компании передовые. БАС заинтересовал, были хорошие отзывы. Взяли систему, значит, на весь полный объем. На протравку ячменя. Что касается ячменя, дружные всходы, хорошая корневая система. В принципе, хороший старт был у ячменя. Разница была по сравнению с прошлыми годами. В развитии самого растения разница была ощутимая. Ну и дальше ячмень как бы рос по сравнению с прошлыми годами, когда уже нижние ярусы листьев были уже желтые. В этом году они не сдавались, долго держались зелеными. И заметно он дольше наливался. Если у других он уже был как бы сухой, его уже убирали. Мы еще ждали, пока он наливался. Ну и даже с точки зрения эффективности использования комбайнов, которые сейчас в дефиците, мы как бы открыли для себя вот этот прием, чтобы увеличить фазу уборки, то есть окна. Вот система нам помогла, чтобы оттянуть от азимых до уборки ячменя. У нас есть период, чтобы убрать как бы и азимы и плавно перейти на ячмень. Ну, ячмень заметно крупный был. Сдали мы его на анализы. Вот как бы подтвердились его пивоваренные характеристики, хотя сорт был не пивоваренный. Обычный сорт. По характеристикам даже оказался лучше, чем пивоваренные сорта. Ну, я думаю, это комплекс планирования системы защиты растений, в том числе, это, наверное, большая заслуга и компании БАСФ, что мы получили такой ячмень. Ну, я думаю, препараты доказали свое действие. БАСФ. Мы создали химический.